Всем привет, это Русский Обзорщик и сегодня я хочу вам объяснить, даже не то что объяснить, а показать вышедшее совсем недавно обновление по CS GO. Мы видим то, что тут на откладке играть, справа появляется кнопочка инвентарь. Мы нажимаем и тут у каждого игрока откроется двое оружия, это M4A1S и USP-S. Если мы вставляем галочки на этих оружиях, то они заменяются стандартными оригинальными оружиями, то есть вместо M4A4 будет M4A1 и вместо P2000 будет USP. Соответственно, если вы не хотите менять эти оружия, вы просто убираете галочку и на этом все. Вы можете посмотреть, покрутить, видеть как она выглядит, ничего интересного. Также в скором времени откроются, я так понял, шмотки на разное оружие, но пока типа все это комминг-сун и так далее, не знаю, нужно ли все это дело. Очень много лишнего, не знаю, смысл. Это как в Team Fortress просто накрутить на дробовик какого-нибудь красного скин-тигра. Смысл? Непонятно. Что ж, давайте посмотрим, как все это вообще выглядит. Включить одиночную игру. Так, поехали. Заходим за контртеррористов. Сейчас я поставлю денежки. Как мы видим, сразу появился USP в Мастер-П2000. Так, старт. Что, смотрим? Вот наш кольт. Как мы видим, сразу же глушитель надевается и на пистолете, и на кольте. Да, точность у него стала намного лучше. Только так и было печенье. Помимо этого, появилась странная анимация просмотра оружия. Не знаю, зачем это нужно. Нужно нажимать кнопочку F, и он начинает вот так вот рассматривать оружие. Как оно, интересное оружие. Никогда гранату оно рассматривает. Пистолет, вы посмотрите, какой красивый пистолет. Не знаю, зачем это нужно, честно говоря. Зажима, конечно, такого нету, как в сорсе вы не пожимаете с глушителем. Спрей все равно уходит вправо и влево. Так что зажимать не получится. Потом сама фишка того, что мы видим, сама комплектация патронов. В USP всего 12 патронов в магазине и 24 полностью всего. В новом кольте же всего 20 патронов в обойме вместо 30. И всего 20 запасных. То есть, получается, всего у нас есть 3 обоймы. Это вообще очень маловато. И помимо этого, глушитель. Посмотрите, как долго снимается глушитель. Просто засидите время. Просто раз, два, три, четыре, пять. Пять секунд! Пять секунд, мать вашу, снимает этот ёлбаный глушитель. Я не знаю. Я просто не понимаю смысла этого. А без глушителя... Ну... Не знаю. Честно говоря... По-моему, по мне это абсолютно бездарное обновление. Валва обещает то, что завтра они выпустят обновление... Какими-то картами. Новые карты. То ли тускан, то ли изменения старых. То ли пока мне известно. Ну, в общем... Да, посмотрите, посмотрите. Какая анимация дебла. Как он его туда, сюда. Как он его крутит. Ну, скажите. Кому, блядь, это надо, а? Валва, что же вы делаете? Да, деба он не изменил. Можете не восхаляться. Он не такой, как в сорсе. Он остался полным дерьмом. У него такая же по-прежнему... Лупанутая вертикальная отдача. Которую очень трудно законтролировать. Приходится немножко опускать мышку, чтобы... Прицел был на голове. Ну, вот, в принципе, это всё. Это всё, что я хотел вам объяснить, показать в этой маленькой, так сказать, обнове PKS Go. Спасибо, что смотрели. Обновляйтесь, качайтесь, смотрите, играйте. Давайте, всем пока, удачи. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо.